Глава 17. Самопожертвование. Доверие Израиля к Богу должно быть абсолютным и безоговорочным, без тени сомнения или страха. Когда нееврей угрожает Израилю, он этим хулит Божье имя. И если еврей боится такого нееврея, он совершает хилул Гошем. Каждая уступка, каждое отступление, каждое унижение еврейского народа перед неевреями является чудовищным богохульством. Следовательно, если у Израиля или даже отдельного еврея возникает конфликт с неевреями, он всегда должен быть готов к войне с ними. А на этой войне нужно быть готовым отдать жизнь, поскольку, когда речь идет о кедуш и хилул Гошем, принцип «пикуахнефеш» неприменим. Более того, еврей должен быть готов пожертвовать жизнью ради Божьего имени всегда, когда того требует Тора. Вспомним о понятии «милхемет-митсва» – обязательная война, требуемая Торой. Цель такой войны – не допустить, чтобы народы захватили Израиль. Еврей должен участвовать в такой войне без тени страха. Я уже цитировал Рабейну Бихайе из Кадга Кемах, статья «Доверие». Тора предостерегла нас от страха перед народами. «Когда ты пойдешь в битву с твоими врагами и увидишь лошадей, боевые колесницы и войско большее, чем твое, не бойся их», – дворим двадцать один. Затем сказано «Кто среди вас боится или страшится, должен вернуться домой», – дворим двадцать восемь. Таким человеком овладел страх перед врагом, он дрожит, видя их великий стан. Возможно, у него есть истинная вера в то, что все в Божьих руках. Однако, поскольку он не развил свое доверие, он страшится, и у него рабский дух. Так что Тора велит ему вернуться домой. Поэтому сказано «Страх перед человеком ставит сеть» – Мишлей 29.25. «То есть страх человека перед человеком – это грех против его собственной души. Он ставит ему ловушку, укрепляет врага и приближает беду. Не следует бояться человеческой силы, а те, кто возлагают упование на Господа, будут возвышены там же, удалены от бед в награду за свое доверие, хотя беда могла бы с полным основанием настичь его. Без сомнения, тот, кто боится человеческой силы, имеет рабский дух. Он забыл Бога». Мы уже говорили о том, что когда Авраам попал в огненную печь, а также когда он готовился к Милхемет Митсва для спасения Лота, он полностью доверился Богу, не сомневаясь в правильности избранного пути. И делал он это вовсе не потому, что был уверен в собственном спасении, но потому, что его доверие требовало безоговорочного исполнения Божьей заповеди, несмотря на опасность. Если, не дай Бог, еврей погибнет, да будет так. Он отдал жизнь ради веры и кедуш Хашем. Мы уже описывали эту ситуацию на примере Анании, Месаила и Азарии. Наши мудрецы учат, Берешит Раба 43.2. Авраам позеленел, то есть испугался перед ними. Он сказал, «Я пойду и умру ради освящения Божьего имени». В похожем смысле наши мудрецы комментируют из стих Ешаягу 41.7. «Плотник ободрил мастера золотых дел». В Берешит Раба 44.7 мы читаем, «Это относится к Аврааму, который был очищен, как золото, в огненной печи». Конец цитаты. «Мудрецы так же говорят», — Берешит Раба 44.1. «Божий путь совершенен», — Таилим 18.31. «Это Авраам, о котором сказано, ты нашел его сердце верным перед тобой». Неемия 9.8. «Слово Господа очищено», — Таилим 18.31. «Бог очистил Авраама в огненной печи. Он щит для всех, кто находит прибежище в нем». Там же это напоминает стих. «Не бойся, Авраам, я буду защищать тебя», — Берешит 15.1. «Да, такова истинная вера. Ее сопровождает сильная любовь к Богу и дух самопожертвования». В Египте Бог потребовал от Израиля полного доверия, что должно было содействовать освящению его имени. Цитата. «В десятом числе этого месяца каждый человек должен взять ягненка на каждую расширенную семью, по ягненку на каждое семейство. Держите его под охраной до 14-го числа месяца. Затем все общество Израиля зарежет свои жертвы после полудня. Они должны взять кровь и нанести ее на два дверных косяка и на балку над дверью. В течение вечера ешьте мясо, пожаренное на огне. Ешьте его с мацой и горькими травами. Не ешьте его сырым или сваренным в воде, но только пожаренным на огне, включая голову, ноги и внутренние органы». В то время смысловым центром пасхальной службы было доверие к Богу и освящение его имени перед лицом испытаний. В конце концов, ягненок – это египетский идол. Египтяне поклонялись ягненку, почитали его святым. Когда евреи начали привязывать своих ягнят к столбам, а затем резать и с радостью есть, несложно догадаться, какую реакцию это вызвало у египтян. По логике, египтяне должны были напасть на израильтян и истребить их. Современным евреям, живущим в изгнании, не помешало бы подумать, как бы отнеслись неевреи к публичному оскорблению их верований. Однако Бог потребовал от израильтян именно этого – уверенности в том, что он сможет защитить свой народ от врагов. Михилта, Бо, Месехта де Писха, 5. «Держите его под охраной!» Шмот 12.6. Комментарий. «Почему так говорилось?» Поскольку сказано «Возьмите себе овец!» Шмот 12.21. Израиль сказал Моше «Можем ли мы принести в жертву священное животное египтян у них на глазах, да так, что они не побьют нас камнями?» Шмот 8.22. Моше ответил «По Божьему чуду для вас, когда вы брали овец, то есть из неспособности египтян сделать что-либо с вами, когда вы держали на привязи их божество четыре дня, вы можете определить реакцию Бога, когда зарежете их». Конец цитаты. Есть и такие слова. Ле Кахтов, Шмот 12.6. «Держите его под охраной!» Комментарий. «Поскольку израильтяне в Египте пренебрегали обрезанием, чтобы угодить египтянам, Бог обратил их сердце ненавидеть его народ». Таилим 105.25. «Когда они резали свои пасхальные жертвы, египтяне кипели от ярости, но ничего не могли сказать, потому что их охватил страх перед Израилем». Моше немедленно приказал Израилю, «Ни один необрезанный не может есть жертву». Шмот 12.48. «Израильтяне сказали, «Чего мы достигнем, отвергнув обрезание и не выполнив Божью заповедь?» «Египтяне в любом случае убьют нас за убийство их богов». Они все немедленно обрезались, и кровь их жертв смешалась с кровью их обрезания, чем исполнились слова, «Когда я проходил мимо тебя и увидел, что ты купаешься в своей крови, я сказал тебе, в своей крови живи!» «Да, я сказал тебе, в своей крови живи!» Ехескель 16.6. «Это о крови обрезания и крови жертвы». Конец цитаты. «Похожие слова мы находим в Медраж Гагадол и Мехилта де Рабишемон бар Йохай. Шмот там же. «Держите его под охраной!» Комментарий. Ягнят нужно было привязать к столбу, и когда египтяне приходили, они видели их и исполняли с гневом, потому что они поклонялись ягнятам. «Можем ли мы принести в жертву священное животное египтян у них на глазах, так, что они не побьют нас камнями?» Шмот 8.22. Конец цитаты. «Вот о чем сказано в Писикта де Рав Кахана Паршадха Кодеш, страница 55. Это учит тому, что они были привязаны к столбам израильтян, начиная с 10-го числа месяца, и египтяне приходили, видели их и приходили в ярость. Раби Хия, сын Раби Ады из Яфы, сказал, «О, возьмите себе овец!» Шмот 12.21. «Каждый израильтянин должен взять египетского бога и зарезать его перед египтянином, и пусть каждый, кто этим разгневан, говорит». Конец цитаты. «Да, это было великое доверие и великий кедуш Хашем именно в память о них, и благодаря им Бог раздвинул волны Иордана и защитил Израиль в дни Амана». Сделав с ягнятами то, что повелел Бог, евреи показали свое доверие к нему. Там же в Писик-Тады-Равка Хана говорится, «Взятие ягненка было с ними в Иордане, и его съедание защитило их в день Амана». Бог даже учредил специальные пасхальные ритуалы в памяти величайшем проявлении доверия, готовности Авраама принести в жертву своего сына Ицхака на горе Муря. Вот о чем говорится в Медраж Хадаш 220, цитата из Тораш-Лема, Шмот 12.6, ст. 70. В соответствии с ответом Авраама на приказ «возьми своего сына» Берешит 22.2, Бог привязал барана для него в тот же момент, то есть когда Бог увидел, что Авраам готов положиться на него и убить своего сына, он немедленно приготовил и связал барана для замены Ицхака. «Авраам медлил три дня», как сказано, «на третий день», Берешит 22.4, «Поэтому Бог сказал Израилю, «Выйдите рано и свяжите животное уже 10-го числа, чтобы я вспомнил о вас, как о ваших предках». Конец цитаты. Да, истинное доверие еврейского народа к своему Богу тесно связано с готовностью идти на жертвы перед лицом смертельной опасности. В этих источниках речь идет о том, что израильтяне должны были помазать кровью и огненка два дверных косяка и верхнюю балку. Однако остается открытым вопрос, с какой стороны дома смазывались косяки, с внешней или внутренней. В Мехилте, там же, шесть, раби Ишмаэль и раби Натан полагают, что с внутренней, а раби Ицхак не согласен с ними. Он пишет, «Конечно же, они мазали ее с внешней, чтобы это увидели египтяне и разгневались». Йонатан перевел стих 12-7 по варианту раби Ицхака. «Они должны взять кровь и поместить ее на два дверных косяка и балку над дверью снаружи». Таким образом, израильтяне одновременно демонстрировали доверие к Богу и провоцировали египтян. Это также объясняет столь подробное описание способа приготовления ягненка. «Не ешьте его сырым, но только поджаренным в огне». Шмоты 12-9 В Зоар 2-18 Алиф говорится, «Бог уничтожил их идолов». Помидбар 33-4 Комментарий Раби Илазар сказал, «Божество Египта было ягненком и Бог повелел, чтобы мы уничтожили его». Сжегши его в огне, как сказано, «Сожгите их идольские статуи в огне». Дворим 7-25 Таким образом распространился его запах. Также его нужно было сжигать с головой, ногами и внутренними органами. Шмоты 12-9 В Да Адзакеним Миба Алей Атто Сафот Шмоты 12-9 Сказано, «Ибн Эзра истолковал Бога так, поскольку вы приносите в жертву божество Египта, вы можете сказать, не будем жарить его полностью, чтобы египтяне не заметили. Поэтому сказано, не ешьте его сырым, чтобы вы не сказали, приготовим его и спрячем в горшке». Сказано, не готовьте его в воде, там же, «Чтобы вы не сказали, отрежем голову и ноги, чтобы его нельзя было узнать». Сказано, «Включая голову, ноги и внутренние органы» там же. Конец цитаты. «Ясно, что Бог хотел научить Израиль доверять ему, несмотря на силу смертного человека. Бог дал им понять, что ни одна сила на земле не может противостоять Израилю, если он творит волю Бога». Доверие к Богу состоит из двух элементов. Во-первых, Бог всемогущ и все подчиняется его воле. Во-вторых, мы обязаны верить в него и возлагать на него свои надежды. Полагаться на плоть и кровь – тяжелый грех. Вот о чем пишет рабейну бехаи «Кадгакемах» статья «Доверие». Доверие означает, что мы вообще не полагаемся на человека. Нужно подлинно осознавать, что смертный человек не может помочь и спасти, если это не повелит Бог. Как сказано «Проклят человек, полагающийся на человека» Ирмиягу 17.5 «Благословен человек, полагающийся на Господа» Там же стих 5 «Перестаньте надеяться на человека, в чьих ноздрях дыхание, ибо как он незначителен, чтобы обращать на него внимание» Ишаяху 2.22 «Плоть и кровь не могут спасти человека или повредить ему, как сказал царь Давид «Богу я доверяюсь, я не буду бояться» Таилим 56.12 «Господь мой свет и мое спасение, кого мне бояться» Таилим 27.1 Когда сыновья Израиля стояли у Красного моря и за ними гнался фараон со своей армией и колесницами, Бог ждал, когда Израиль доверится ему и войдет в море. Первым это сделал Нахшон бен Аминадав из племени Иуды. Благодаря непоколебимой вере в Бога этого человека, его племя наследовало царство. Вот что пишут на эту тему мудрецы Мехилта Бешалах Месехта Деваяхи 5. «Как Иуда заслужил царство!» Раби Тарфон сказал им «Когда племена стояли у моря, каждый сказал «Я не буду спускаться в воду первым». Пока они это обсуждали, Нахшон бен Аминадав прыгнул в волны и его племя за ним. Поэтому Иуда заслужил царство. Бог сказал им «Пусть те, кто осветил мое имя в море, придут и правят Израилем». Из этого эпизода мы извлекаем еще один ценный урок касательно доверия. Если мы полагаемся на Бога и творим Его волю, то беспокоиться не о чем, даже при неблагоприятном развитии ситуации. Мудрецы пишут Шмот Раба 21 2 «Дети Израиля вошли в море по сухой земле». Шмот 44 12 «Если они вошли в море, зачем упоминать сухую землю? И если они вошли в сухую землю, зачем упоминать море? Напротив, здесь мы узнаем, что море разделилось для них и стало сухой землей, только когда они были по нас в воде». Еврей должен верить в Бога вплоть до самого последнего момента. Об этом говорится в Брахот 10 Алиф. «В те дни Хискиягу смертельно заболел. Пророк Ишаяу, сын Амоса, пришел к нему и сказал, «Так говорит Господь, приведи в порядок твой дом, ибо ты мертв и не будешь жить». 2 Царей 21 Комментарий «Что имеется в виду во фразе «мертв и не будешь жить»?» Он имел в виду, что Хискиягу был мертв в этом мире и не будет жить в будущем мире. Хискиягу спросил, «Почему?» И Ишаяху ответил, «Потому что ты не женился и не завел детей». Тогда Хискиягу сказал, «Я имел пророчество, что от меня произойдет плохое потомство». И Ишаяху ответил, «Какое тебе дело до Божьих тайн? Ты должен плодиться и размножаться, а Бог пусть сделает то, что ему угодно». Тогда Хискиягу сказал, «Тогда дай мне твою дочь, возможно, через мои и твои заслуги произойдет хорошее потомство». И Ишаяху ответил, «Постановление уже вынесено». Тогда Хискиягу сказал, «Сын Амоса, закончи свое пророчество и уходи. У меня есть традиция от дома моего деда, что даже если острый меч занесен над шеей человека, он не должен терять надежду на Божье милосердие». Мы также учимся. Раби Йоханан и Раби Элазар оба сказали, что если острый меч занесен над шеей человека, он не должен терять надежду на Божье милосердие, как сказано Иов 13-15. «Даже когда они убивают меня, я по-прежнему буду возлагать надежду на Бога». Конец цитаты. Для еврея отчаиваться непростительный грех. Это национальный отказ от Бога Израиля. Это замена Бога на человека, причем не еврея. Когда кажется, что выхода нет, у нас остаются молитва и слезы. Израиль должен доверять своему Богу. Это основание кедуш Хашем. И точно так же он должен бороться с национальным Хилул Хашем, когда народы угрожают Израилю, а для этого необходимо полностью доверять Богу. Ниже мы рассмотрим эту тему подробнее. Перед восшествием на престол царь Давид ясно показал, каким должно быть доверие к Богу и как важно не полагаться на чудеса. Мы уже давали объяснение эпизоду с Давидом и Голиафом, когда Голиаф язвительно хулил имя Бога. Когда Давид увидел, что весь Израиль с войском и царем Шаулом, на которого возложена обязанность искоренить богохульство, испугался, он принял эту ответственность на себя, хотя отдельный еврей и не обязан подвергать себя опасности. Об этом говорится в Сефир Хахинух. Давид знал, что если ни один еврей не восстанет против этого открытого и наглого богохульства, то земля просто не выдержит такого чудовищного Кхилул Хашем. По этой же причине Анания, Месаил и Азария не отказались присутствовать на церемонии. Напротив, они пришли и публично отказались кланяться идолу, чем открыто осветили Божье имя. Также и Мордыхай настоял на том, чтобы явиться ко дворцу при свете дня, не кланяя Саману, чтобы всем стало ясно, что Израиль не поклонился ни Аману, ни его идолу. И снова мы задаем себе вопрос, может ли еврей пойти на риск, как поступил молодой Давид против опытного воина Голиафа? Ясно, что спасти его могло только чудо, а мы уже говорили, что мы не полагаемся на чудеса. Мудрецы Кедушин 39 Бет рассказали историю о мальчике, которого отец попросил залезть на лестницу и принести птенцов. Мальчик влез на лестницу, отогнал птицу мать и взял птенцов. Этим он исполнил сразу две заповеди, за которые Тора обещает долгую жизнь. Уважение к родителям и отделение птицы от птенцов. Но затем мальчик упал с лестницы и разбился насмерть. В Талмуде задается вопрос, почему заповеди не защитили мальчика, ведь он стал послом заповедей, а такие люди должны быть защищены. Талмуд объясняет, это была шаткая лестница, гарантирующая вред, а когда вред гарантируется, мы не полагаемся на чудеса, как сказано. Шмуэль сказал, «Как я пойду помазать Давида? Если об этом услышит Шауль, он убьет меня». 1 Шмуэля 16.2 Другими словами, даже будучи послом Бога, Шмуэль испытывал страх, потому что опасность была налицо, поэтому он решил придумать оправдание для своего отлучения. Отсюда мы видим, что в случае опасности мы не полагаемся на чудеса. Ответ звучит так. Обычный еврей не должен ни подвергать себя опасности, ни надеяться на чудеса. Однако это не относится к ситуации, когда возникает Хилул Гошем. В этом случае отдельный еврей должен быть готов пожертвовать собой ради Кедуша Шем. При этом он не должен рассчитывать на то, что будет спасен чудесным образом. Если он будет спасен хорошо, если нет, он все равно обязан пойти на риск. Чаще всего ситуация с Кедуша Шем возникает тогда, когда человек оказывается в безвыходной ситуации. Если еврей может избежать ситуации, когда приходится похулить Божье имя, то, конечно, он должен ее избежать. Однако, если народы совершают открытый, осознанный и наглый Хилул-Хашем, хуля и понося Божье имя, а у евреев нет ни государства, ни армии, которые по Торе обязаны противостоять этому, либо, если они есть, но не желают исполнять свой долг, тогда отдельный еврей должен взять на себя функции государства и положить конец Хилул-Хашем даже под угрозой смерти. В этом случае совершенно неважно, произойдет чудо или нет. Еврей вообще не должен задумываться о том, есть угроза для его жизни или нет. Если угроза есть, Тора требует встретиться с ней, и если придется умереть, пусть так, главное, что мы осветили Божье имя. В подобной ситуации человек находится в том же положении, что и царь, государство, армия или народ в целом. Мудрецы учат, а вот 2.5, где нет людей, стремись быть человеком. Если где-то нет людей, во множественном числе, человек, пусть он и один, должен заменить всех отсутствующих. Всегда, когда на Израиль нападает враг, происходит Хилул Хашем, и идти на войну становится заповедью. Следовательно, когда Хилул Хашем выражен в открытом и явном деянии, а предотвратить его не может ни народ и никакая другая группа, эту ответственность должен взять на себя отдельный еврей, поставив под угрозу свою жизнь. Он должен быть готов пожертвовать собой ради кедуш Хашем и ни при каких обстоятельствах не уповать на чудо. Именно так поступил царь Давид с Голиафом, Анания, Месаил и Азария с вавилонским идолом и Мардыхай в городе Сузы. Тем не менее, даже когда заповедь требует подвергнуть себя опасности, и народ, и отдельно взятый еврей должны сделать все возможное, чтобы обезопасить себя естественными, не чудесными средствами. Вот почему Давид вступил в бой тем оружием, которым он владел лучше всего. Он не думал, что достаточно лишь помолиться, тоже относится к любой обязательной войне заповеди. Мало молиться, мало молиться Богу о помощи, нужно еще следовать путем гиджтаблут человеческие усилия, то есть нужно сделать все возможное, чтобы победить не чудесным способом. Однако при этом и нельзя ждать, когда у тебя будет достаточно оружие, чтобы гарантированно одержать победу. Нужно стараться сделать все возможное в тех обстоятельствах, которые сложились на данный момент. Это правило применимо как к нации, так и к отдельному человеку. Хотя нельзя полагаться на чудеса, нельзя и ждать, когда победа не чудесным способом будет гарантирована. В этом случае уже не идет речи о доверии к Богу, поскольку человек полагается только на не чудесные средства. Как нация, так и отдельный человек должны сделать все возможное, чтобы обеспечить разумную вероятность победы и затем положиться на Бога. Чтобы доверять Богу, необходимо иметь полную веру и готовность пожертвовать собой ради кедуш Ашем, если это необходимо. В прошлом даже праведные богобоязненные люди часто обнаруживали нехватку доверия к Богу и в решающий момент они оказывались неспособны отдать за него жизнь. Даже святой от рождения Аарон, первокоин Израиля, символ веры и доверия к Богу, однажды проявил малодушие и был вынужден прибегнуть к очищению. Когда Иошуа Бен-Нун пришел сразиться с Амаликитянами, произошло следующее Шмот 17, 10, 12. Моше, Аарон и Ор взошли на вершину холма. Пока Моше держал руки поднятыми, Израиль побеждал, но как только он опускал руки, успех переходил на сторону Амалека. Когда руки Моше ослабли, они взяли камень и положили его перед ним, чтобы он мог сесть на него. Тогда Аарон и Ор взяли его руки, каждый со своей стороны, и так его руки держались до заката. Конец цитаты. Мудрецы комментируют Рошашана 29 Алиф. Как руки Моше воюют и сокрушают врага. На самом деле Танах учит, что пока Израиль обращал взор вверх и покорял свое сердце своему небесному отцу, они одолевали Амалека. В противном случае их одолевали. Конец цитаты. Руки Моше символизировали веру в Бога и доверие к Нему. Казалось бы, Аарон и Ор, державшие руки Моше, каждый со своей стороны, были равноправными частями этого символа. Шмот 17 22 Однако мудрецы усматривают между ними существенную разницу. Шмот Раба 41 7 В тот момент, когда Израиль хотел сделать идола, потому что Моше задерживался, Ор обратился к ним и сказал, «Безрассудные люди», то есть не имеющие памяти либо заслуживающие смертельное наказание, «Разве вы не помните, какие чудеса Бог совершил для вас?» Они немедленно подошли к нему и убили его. Тогда они обратились к Аарону и сказали, «Как мы поступили с этим, так же мы поступим и с тобой». Когда Аарон это увидел, он испугался, как сказано Шмот 32 5 Аарон посмотрел и построил жертвенник Митсбеах перед ним. Что имеется в виду в Митсбеах, движимый убитым Мин Ацавуах перед ним. Увидев, как народ убил Ора, он испугался и решил сделать им жертвенник. В этом качественное различие между Аароном и Ором. Конечно, оба они доверяли Богу, но доверие Ора было полным. Такое доверие включает готовность пожертвовать жизнью ради Божьего имени, ради защиты его от осквернения. Ор крепко держался этой веры, благодаря которой достиг совершенства, пожертвовал жизнью ради Кедуш Хашем. Аарон же, напротив, испугался народа и не смог пожертвовать собой. Аарон даже привел причины, почему он так поступил. Санедрин 7 Аарон увидел, что Ор лежит перед ним убитый и сказал, если я не послушаю их, они сейчас сделают со мной то же, что сделали с Ором. Через меня исполнится стих «Плачер Мияу 2 20 «Может ли Коэн и пророк быть убит в святилище Господа и их грех никогда не будет очищен? Возможно, им будет лучше поклониться тельцу, возможно, они найдут искупление через покаяние». Конец цитаты. Однако и в этом Аарон тоже согрешил. Раби Танхум Бар-Ханилай объясняет там же стих, допускающий компромисс хулит Господа Таилим 10.3 был сказан только об эпизоде с золотым тельцом. Другими словами, тот, кто идет на компромисс в отношении Божьих качеств хулит Бога. Именно это и сделал Аарон, хотя у него и были благие намерения. В вопросе Хилул Гошем он должен был идти до конца, не допуская компромисса. Погибнуть ради кедуш Гошем как того требует полное доверие. Раби Мейр также осудил сына Якова Юду, поскольку он не исполнил заповедь в необходимой полноте. Санедрин 6. Бет Богохульство Боцаа Таилим 10.3 было сказано только об Иуде, как сказано Берешит 37.26 Иуда сказал своим братьям, что мы получим Бетца, если убьем нашего брата, кто благословляет Иуду, богохульствует. Конец цитаты. Несмотря на то, что Иуда спас Иосифа от смерти, он должен был еще и вернуть Иосифа своему отцу, чего он не сделал. Раз так, то мы не можем прославлять его. Если человек может выполнить полную заповедь, но не делает этого, для него это позор, а не повод для гордости. Аарон согрешил тем, что не полностью доверился Богу и не смог пожертвовать жизнью, чтобы пресечь Хилул Ашем в виде золотого тельца. Неудивительно, что Моше разгневался на него. Шмот 32 дробь 21 Что люди с тобой сделали, что ты навел этот великий грех на них? В Дворим 9 дробь ясно говорится. Господь также очень разгневался на Аарона, угрожая убить его, так что в то время я также молился из-за Аарона. Раши объясняет. Потому что он послушал тебя, то есть народ. Так грех Аарона состоял в том, что он не воспротивился народу и не отклонил его требования, причем еще и отказался пожертвовать собой ради кедуш Хашем. Несмотря на то, что он привел оправдание своему поступку, он все равно вызвал гнев Бога. Конечно, по-настоящему праведный человек всегда будет думать, что доверяет Богу полностью, но он может видеть причину не жертвовать собой ради доверия и кедуш Хашем. Однако даже при этом он допускает ошибку и грешит. Яаков тоже согрешил, когда испугался Исава, хотя Бог дал ему обещание Берешит 28, 15 Вот я с тобой и я буду защищать тебя, куда бы ты ни пошел. Тем не менее, Яаков испугался Берешит 32, 7 Мудрецы комментируют Брахот 4, Алиф Яаков сказал Возможно грех сделает мои заслуги исчерпанными Конец цитаты Мы видим, что у Яакова тоже были свои причины поступить так, как он поступил. Однако если Бог что-то обещает, мы должны верить Его обещаниям, а не выискивать причины для страха и неверия. Нет никаких сомнений в том, что когда Бог не просто обещает, но требует сделать что-либо, то человек не должен искать причин уклониться от требования, какими бы благочестивыми они ни казались. Если Бог или еврейский закон требует выполнить какое-то действие, то мы должны пожертвовать жизнью ради Божьего имени. Только это будет полным выражением кедуш, ашем и доверия. Вайкра 22 32 33 говорится «Не хулите мое святое имя! Я буду освящен в среде детей Израиля! Я Господь, который освящает вас и выводит вас из земли Египта!» Конец цитаты. Мудрецы комментируют это так Турат Куаним Эмор 9 «Пожертвуйте собой и осветите мое имя! Я вывел вас из Египта на том условии, что вы пожертвуете собой ради освящения моего имени!» Конец цитаты. Самопожертвование это высшее доказательство доверия к Богу, это доверие в самом полном своем проявлении. Ни один еврей сегодня не должен уклоняться от своего долга на том основании, что уже нет проявления Божьей воли. У нас есть Тора, летопись деяний наших предков, судей и пророков, у нас есть изречение наших мудрецов, все это призвано освящать нам путь. Мудрецы разъяснили для нас деяния предков и Божьи пути и дали нам вечное руководство, как поступать в отсутствие Божьего откровения. Поскольку грех Аарона состоял в неполноте его доверия, ему потребовалось очищение в неделю освящения Мишкана Милуим. Можно спросить, почему эта неделя получила название Милуим, а не Ханука или Хенух, оба эти слова означают освящение. Зачем использовать слово Милуим, которое буквально означает завершение, ле-мале, чего-то недостающего, чего недоставало, что требовало завершение? В том, что слово Милуим означало завершение недостающего, сомнений нет, а недоставало Аарону самопожертвования и кедуш Хашем, самых полных форм доверия к Богу. Главное подтверждение такой интерпретации находится в самой Торе, а именно в описании эпизода с золотым тельцом. Когда Моше увидел этот ужасающий Хилул Хашем, когда они променяли свою славу на вид вола поедающего траву, Таилим 106.20, он сразу же понял, что спасти Израиль от Божьего гнева может только самопожертвование и кедуш Хашем. Мы читаем в Шмот 32.26.27.29 Моше объявил «Кто за Господа ко мне?» Все левиты собрались вокруг него. Он сказал им «Вот что говорит Господь Бог Израиля «Пусть каждый возьмет свой меч, пусть каждый убивает всех, кто принял участие в ведлопоклонстве, даже своего собственного брата, близкого друга или родственника». Моше сказал «Сегодня вы будете духовно завершены, мил ует хэм, как племя, посвященное Господу особым благословением. Люди проявили готовность убивать даже своих собственных детей и братьев по приказу Бога». Конец цитаты. Вот о чем пишет Рамбам там же стих 26 «Увидев, что народ стал посмешищем в глазах их ближних, что является Хилул Гошем, он встал в воротах стана и воскликнул «Кто за Господа ко мне?» Шмот 32 26 «Он публично убил всех тех, кто поклонялся Тельцу, так, чтобы враги Израиля услышали об этом и имя небо осветилось бы через них, а не Хилул Гошем, который они совершили». Конец цитаты. Так Моше совершил Кедуш Гошем, чтобы Израиль достиг духовного очищения и приобрел духовную полноту. Все, кто отказался пожертвовать собой ради Кедуш Гошем, такой полноты не имели. Сфорно говорит Шмот 32 дробь 29 «Сегодня вы будете духовно завершены. Приобрети себе совершенство сегодня, чтобы приготовиться служить ему в его святилище». Конец цитаты. Коэн служащий в святилище должен иметь совершенное доверие, связанное с самопожертвованием и Кедуш Гошем. А вот о чем пишет Раши там же «Вы, кто убивает своих собственных родственников, будете этим деянием приготовлены стать Коэнами Богу». Похожее место есть у Раши и когда он обсуждает слово «Ве лемаль им» в Икра 7.37. Цитата. «В день твоего приготовления для священства» Конец цитаты. Левиты были готовы пожертвовать собой ради кедуш Гошем, проявив полное доверие к Богу. Вот почему Бог решил заменить левитами первенцев, которым первоначально предназначалась роль Коэнов. Цитата. «Я теперь взял левитов вместо всех перворожденных израильтян» Бемидбар 8.18. Бог сделал это только по той причине, что согласившись убить своих родственников, они достигли высшей формы самопожертвования и Кедуш Хашем. Этим они показали, что любят Бога больше, чем своих родных. Орга Хаим Шмот 32.29 так описывает убийство израильтян. «Мы могли бы подумать, что тот, что совершил подобное, был духовно ущербен, у него духовность соседствует с нечестием. Поэтому Муше сказал, сегодня вы будете духовно завершены». Шмот 32.29 «Это не заповедь, но объявление, что в этот день их духовные силы будут завершены. Их поступок не был знаком какого-либо духовного изъяна. Напротив, их готовность убить даже собственных детей там же означало, что они приблизились к духовному совершенству. Именно такой поступок был связан с Авраамом, который был духовно совершенным». Цитата. «Авраам протянул руку и взял нож для забоя скота. «Теперь я знаю, что ты боишься Бога. Я сильно благословлю тебя». Конец цитаты. Берешит 22.10.12.17 Это созвучно со стихом «Дать вам особое благословение». Шмот 32.29 «Бог сказал, что левиты не только достигли духовного совершенства, но также пожнут благословение». Конец цитаты. «Принесение жизни в жертву ради кедуш Ашем это вершина доверия, потому что человек ставит любовь к Богу выше любви к людям. Именно это сделало племя Леви и за полноту своего доверия они заслужили право заменить первенцев в святилище. Однако Аарон, высший Коэн, первосвященник, не обладал этим достоинством. Следовательно, ему и его сыновьям требовалось очищение Милуим. Пройдя очищение, они могли и дальше служить Богу в его святилище. Причем жертвы должны были быть безупречными». Цитата. «Когда человек приносит мирную жертву Господа, она должна быть совершенной, чтобы быть принятой, у нее не должно быть изъяна». Байкра 22-21 В Шмот 29-9 говорится «Ты должен посвятить в Эмляд яд Аарона и его сыновей». Мудрецы комментируют этот стих так. Медраж Хагадол там же «Аарон и его сыновья получили духовное завершение через эти шаги». Конец цитаты. В Айкра 8-22 говорится «Он принес второго барана жертву Милуим». Конец цитаты. Пишет Раши «Этот баран означал завершение, ибо Милуим означает завершенность. Жертва Милуим завершила Коэнов в их священстве». Конец цитаты. Похожие слова мы находим в Торат Коаним Цав Михилта де Милуим литра 20. «Баран Милуим означает завершенность для всех. Это учит, что Милуим принес духовную завершенность Аарону и его сыновьям». Конец цитаты. Торат Коаним проводит связь между Милуим и грехом Аарона у Золотого Тельца, что видно из стиха Вайкра 8.1.2. «Господь сказал Муше «Возьми Аарона с двумя его сыновьями». Конец цитаты. В Леках Тов там же объясняется, что этот стих относится к Милуим. Вот о чем мы читаем в Торат Коаним. Там же письмо первое. Слова «Бог поразил народ чумой из-за Тельца, которого сделал Аарон». Шмот 32.35 подразумевают, что Аарон был отвергнут. Однако слова «Возьми Аарона с двумя его сыновьями» Вайкра 8.2 подразумевают, что он снова был приближен. Откуда мы знаем, что Моше знал, что Аарон был отвергнут? Сказано Дворим 9.20 «Господь «Господь проявил великий гнев на Аарона, угрожая уничтожить его, так что в то время я также молился из-за Аарона». Конец цитаты. Не сказано «Господь также услышал меня в то время». Когда сказано «Возьми Аарона с двумя его сыновьями, Моше знал, что Аарон был приближен». Конец цитаты. Грех Тельца отдалил Аарона от Бога, и чтобы вновь приблизить его и сделать духовно совершенным, потребовался Милуим. Этот процесс подразумевал то же абсолютное доверие к Богу, которое проявили левиты. Вот почему на восьмой день, когда народ праздновал посвящение Мишкана, трагически погибли сыновья Аарона, Надав и Авиу. Все комментаторы затрудняются объяснить, почему Бог решил испортить трагедией такой великий праздник. Даже если сыновья Аарона действительно согрешили, почему Бог не повременил с наказанием до окончания праздника, теперь мы начинаем понимать всю глубину Божьих замыслов. Аарон не смог последовать примеру Ора, пожертвовать собой и осветить Божье имя, и потому нуждался в духовном очищении через эквивалентное деяние. Поэтому Бог и сделал так, что смерть Надава Иавиу совпало с праздником освящения Мишкана. Или, если точнее, она пришлась как раз на Милуим Аарона и его сыновей. Они должны были научиться принимать смерть близких в молчаливой покорности небесному ярму. Так они на собственном опыте узнали бы, что самопожертвование ради Кедуш-Хашем — основа основ священного служения, без которого невозможно достичь полного доверия к Богу. Мудрецы объясняют, что в конце 27 главы Шмот эта мысль упоминается снова Завахим 115 бет. «Именно там я вступлю в общение с детьми Израиля, и Мишкан будет освящен моей славой Бихвади». Конец цитаты. Шмот 29 дробь 43 «Следует читать не моей славой Бихвади, но через моих славных Бимхубадай или Бихвудаи». Бог сказал об этом Моше, и они не знали, кого Бог имел в виду, пока не умерли сыновья Аарона. Тогда Моше сказал «Аарон, брат мой, твои сыновья умерли только чтобы освятить Божье имя». Конец цитаты. Другие читают «Чтобы почтить Бога». Когда Аарон узнал, что его сыновья были близки Богу, он оставался в молчании и заслужил награду за молчание. Как сказано «Аарон пребывал в молчании». Вайкра 10.3 Конец цитаты. Конечно, Бог не стал бы убивать сыновей Аарона, если бы они не согрешили. Тем не менее, Он связал их наказание с Милуим, так что их смерть стало символом самопожертвования и кедуш Хашем, всего того, чего не хватило Аарону в ситуации с золотым тельцом. Поскольку за период Милуим Аарон должен был достичь святости, Бог повелел ему все семь дней денно и ночно пребывать в шатре собрания. Очищение должно было проходить в эпицентре святости, мы помним, что шатер общины, мешкан и храм служат символами всеобъемлющей святости в земной сфере. Аарон должен был возместить нехватку требуемых качеств, и поэтому от него требовалось находиться в шатре все дни очищения. Цитата «Не покидайте входа в шатер собрания семь дней, пока не завершится ваш милуим». Господь повелел, что все, что было сделано в этот день, должно делаться все семь дней ради вашего искупления. Вейкра 8.33-34 Закваска символизирует высокомерие и эгоизм, которые портят человека и ведут его к греху. Эгоизму подвержены даже самые святые люди. Вот почему Бог постановил, что во время приношения милуим нужно совершать определенные действия, направленные на борьбу с закваской, эгоизмом и злыми позывами. Цитата «Вот что ты должен делать, чтобы посвятить Аарона и его сыновей Коэнами мне во дни милуим. Возьми молодого быка, двух баранов без порока, незаквашенный хлеб, замешанный с оливковым маслом и плоские лепешки, помазанные оливковым маслом. Положи все лепешки в корзину, шмот 29.1.3 Бык символизировал тельца, как мы читаем в Танхума ТЦВ 10. Цитата «Он служит для искупления за тельца, который также был быком». Конец цитаты. Два барана тоже подразумевают тельца, поскольку из-за него были разбиты две скрижали. Медраж Гагадоль Шмот 29.1 Два совершенных без изъяна, барана Шмот 29.1 Это в ответ на две скрижали, которые разбил Моше. Совершенных они были совершенны, как сказано «Тора Господа совершенно». Таилим 19.8 Конец цитаты. Кроме того, бараны подразумевали то очищение, которому способствовала смерть Надава и Авигу. Шмот Раба 38.9 Раби Пинхас Хакуэн Бархама сказал «Это значение стиха объявляю конец от начала». Ишаяу 46.10 «Один бык Шмот 29.1 относится к Аарону, чтобы искупить его греху золотого тельца, который был быком, два барана там же, Келазару и Итамару». Бог дал Аарону намек, что двум его сыновьям было суждено умереть и только двое его сыновей могли служить». Конец цитаты. Казалось бы, этот источник противоречит Танхуме, в которой говорится по-другому. Цитата. «Два барана это относится к двум сыновьям Аарона, которым было суждено умереть». Конец цитаты. Однако, мне кажется, что дело в следующем. Аарону требовался Милуим по той причине, что ему не хватило полного доверия, поскольку в земной жизни человек должен быть мале, полным, совершенным, подражая таким образом Торе и Создателю. Совершенными называются Бог, дела могучего, совершенны, Дворим 32.4, и Тора, Тора Господа совершенно, Таилим 19.8. Еврей должен быть совершенным. Цитата. «Будь совершенен с Господом твоим Богом», Дворим 18.13. «Совершенный Бог и Тора», цитата, «Все его пути справедливы, он верный Бог, никогда не бывает неверен», Дворим 32.4. Человек должен верить именно в совершенного Бога, лишенного какого бы то ни было изъяна или недостатка. Однако, если для Бога совершенство означает всегда быть совершенным, то для человека оно означает иметь совершенную веру в Бога, потому что Он совершен. Вот почему к Богу часто применяется слово «эмуна», буквально «вера», Он верный эмуна, Бог, никогда не бывает неверен. Этот стих означает, что Бог это абсолютная истина и праведность, Он всегда выполняет свои обещания, следовательно, человек также должен иметь эмуна, то есть верить в такого Бога. совершенным Томим был назван Авраам. Цитата «Ходи передо мной и будешь совершенен», Берешит 17,1. Авраам доказал свое совершенство тем, что не побоялся совершить величайший акт самопожертвования, принести в жертву собственного сына. Самопожертвование – это самое полное выражение доверия к Богу. Вот почему я считаю, что баран для Милуим должен был напоминать о том баране, которого Авраам нашел для жертвоприношения вместо Ицхака. И действительно, в Танхума ТЦВ 13 сказано «Два барана это об Ицхаке Якове». По этой же причине приношение Милуим включало незаквашенные лепешки мацу. Как уже отмечалось, хамец символизирует высокомерие, а маца напротив смирение. Только через мацу можно научиться доверять Богу, который требует смиренного осознания, собственной незначительности. По этой же причине Бог повелел Моше нанести кровь барана Милуим на правые мочки, правые большие пальцы и правые пальцы ног. В аметраж Гагадол в Айкра 8.24 задается вопрос, нуждался ли Аарон и его сыновья в крови на своих больших пальцах и пальцах ног. Скорее, это было сделано, чтобы научить их, как очищать прокаженных. Конец цитаты. Прокаженному тоже наносят кровь на эти места. Однако, почему Бог решил преподать этот урок именно во время периода Милуим и снова ответ связан с проказой и смирением, непременным условием для доверия к Богу. Вспомним, что проказа это результат десяти Вайкра раба 17.3 либо одиннадцати Бамидбар раба 7.5 грехов, среди которых высокомерие и Хилул Гошем. Поскольку Аарону не хватило смирения положиться на Бога и пожертвовать собой ради устранения Хилул Гошем, для Бога он стал как бы прокаженным. Обратим внимание, что слово Мум изъян и Тамин совершенный происходят из одного и того же корня. Несмотря на это, у них противоположные значения, что часто имеет место в богоданном языке иврит. Это говорит о том, что если человек имеет духовный изъян, то он будет поражен и физическим изъяном. Бог как бы сказал Аарону, поскольку ты не был совершенен, ты нуждаешься в Милуин. Более того, ты должен вести себя как прокаженный, который поражен физической болезнью за недостаток духовного совершенства. Согласно мудрецам, человек болеет тогда, когда совершает Хилул Гошем. Так произошло с Гехази, слугой Элиши. Пророк Элиша ради освящения имени Бога отказался от подарков Неймана. Однако Гехази решил их взять. Бамидбар-раба 7.5 Изахулуна Божье имя Это Гехази, который пошел за Нейманом, чтобы взять у него деньги. Цитата Гехази погнался за Нейманом. 2 Царей 5.21 Илиша осветил Божье имя, когда не захотел ничего брать у Неймана. Но Гехази погнался за Нейманом и ложно поклялся ему, что его послали взять у него деньги. Так Гехази похулил Божье имя там, где Илиша осветил его. Бог сказал Гехази «Грешник, ты сказал как жив Господь я непременно погонюсь за ним и возьму что-нибудь у него». Там же стих 20 «Ты поклялся моим именем чтобы похулить его». Как жив ты ты сказал «Меума что-нибудь и ты возьмешь мун из ян Неймана». Проказа Неймана пристанет к тебе. Там же стих 27 Конец цитаты. Из следующего фрагмента видно, как почетно отдать жизнь ради кедуш Ашем. Раби Папа спросил Абайе Брахоот 20 Алиф Цитата «Почему предыдущие поколения заслужили чудеса, а мы нет, если дело в образовании, то в дни Раби Иуды учили только трактат Незекин, тогда как мы учим все шесть разделов Мишны». Когда Раби Иуда рассматривал дело женщины, засолившей овощи в горшке Тахарот 2.1 или, как говорят некоторые, это были оливки в листьях Акцин 2.1, он сказал «Объяснить это для меня так же сложно, как самые сложные дела моих учителей Рава и Шмуэля были для них». С другой стороны, мы создали 13 ешив для обучения Акцин последний трактат раздела Тахарот. При этом стоило Раби Иуде снять туфли, чтобы помолиться о дожде и тут же шел дождь, тогда как мы взываем, но никто не слышит». Абай ответил «Наши предшественники жертвовали жизнью ради кедуш Ашем, мы же нет». Конец цитаты. Вот она причина трагедии и бедствий постигших еврейский народ, несмотря на всю его образованность в Торе. Бог требует от нас полного доверия, не лекций о морали, но самоотверженных поступков ради освящения Божьего имени. Горе нашему осиротевшему поколению, в котором даже ученые Торы всегда знают, что сделать, чтобы не отдать жизнь ради кедуш Ашем. Их нежелание освящать Божье имя маскируется жалким тезисом Пекуах Нефеш спасение жизни. Вот как в наших душах поселился страх перед неевреями и перед опасностью как таковой. Вот почему мы забыли о нашем долге отдать жизнь ради Божьего имени. Это лучшее доказательство неверия и слабости этого поколения напрочь лишенного доверия поколения в котором мы стали сиротами и без отца. Плач Эрмиягу 5.3 К нашей великой скорби заповеди превратились в ритуал. Они исполняются изолированно от Божьих идей и качеств, которые составляют суть заповедей. Конечно, практические заповеди нужно тщательно исполнять, в том числе и второстепенные, однако нельзя забывать, что все они лишь символизируют Божьи идеи и качества. Без них заповеди пусты и лишены духовной ценности. Об этом хорошо писал Ешаяу 29.13.14 «Господь сказал, поскольку эти люди приближаются и чтят меня своими устами, но удалили от меня свое сердце и их страх передо мной, заповедь человека, заученная механически, Мелумада, то я снова совершу чудо среди этого народа. Мудрость этих мудрецов погибнет и рассудительность их рассудительных скроется». Конец цитаты. На мой взгляд, здесь Бог осуждает Израиль за то, что изучение Торы и соблюдение заповедей для него вошло в привычку. Заповеди исполняются автоматически, бездумно, без размышления о Божьих качествах и стоящих за ними идеях в результате фундаментальные еврейские понятия преданы забвению. Слово Мелумада означает привычка, как в стихе «Эфраим телится хорошо молотящее» Ошеа 10 дробь 11. Здесь имеется в виду, что телится привыкла выполнять определенные действия, а других она не знает, или другой стих «Они приучили лимду свой язык говорить ложь» Ирмиягу 9.4 Сегодня изучение Торы стало привычкой лишенной живого духа и самопожертвования свидетельствующего о беззаветном доверии к Богу. Помимо Аарона и Ора у нас есть и другой пример доверия к Богу разведчики Иошуа и Калев Они не приняли решение большинства и настаивали на том, что Израиль должен положиться на Бога и войти в землю. Цитата «Если Господь доволен нами и привел нас в эту землю, Он может дать ее нам. Но не восставайте против Господа, не бойтесь народа этой земли, они потеряли свою защиту и станут нашей добычей. Господь с нами, так что не бойтесь». Бемидбар 14.7.9 Этим Иошуа и Калев продемонстрировали свое доверие к Богу. Затем Бог объясняет, что Израиль не войдет в землю за одним исключением. «Мой раб Калев, поскольку он проявил другой дух и последовал мне всем сердцем, я приведу его в землю, которую он разведал». Конец цитаты. «Почему здесь не упомянут Яшуа, ведь он тоже проявил доверие?» Но нет, мы читаем, «Только Калев, сын Яфонии, увидит эту землю, поскольку он последовал Господу всем сердцем». Дворим 1.36. «Почему и здесь ничего не сказано об Яшуа?» Ответ заключен в самом стихе. «Калев последовал всем сердцем». Бамидбар 14.7, Дворим 1.36. Мы снова видим, как важно иметь полное доверие, выраженное в готовности отдать жизнь ради освящения Божьего имени. Такое качество проявил только Калев, но не Яшуа. Когда десять разведчиков начали подстрекать народ, Калев успокоил людей за Моше и сказал «Мы непременно поднимемся и наследуем ее». Бамидбар 13.30. Он не только заставил их замолчать, но еще и начал возражать, а ведь большинство было против него. Он не стал медлить, хотя прекрасно знал менталитеты упрямства израильтян и помнил, что они сделали с Ором. Не Яшуа, а именно Калев первым воспротивился Хилул Гошем, пойдя при этом на риск, не испугавшись даже смерти, поскольку Калев последовал Богу всем сердцем. Он превзошел в добродетели Яшуа и удостоился отдельного упоминания. По этой же причине Бог избрал Бецалеля для строительства Мешкана, земного престола Божьего совершенства. Конечно, Бецалель не был самым искусным мастером, поскольку на тот момент ему было лишь 13 лет в Сан-Эдрин 69 Бет, и у него просто не было опыта ремесленника. Однако в Шмот-Раба 48 4 мы читаем «Я наполнил его божественным духом и мудростью». Шмот 31 дробь 3 «Откуда была эта мудрость? От Бога и весь божественный дух и понимание Бецалеля было также от Бога». Конец цитаты. Другая причина почему строить место божественного присутствия было поручено именно Бецалелю его дедом был Ор. Мы читаем «Я выбрал Бецалеля сына Урия сына Ора из племени Иуды». Там же стих 2 Тора очень редко упоминает и отца и деда. Когда упоминается дед обычно это делается с целью подчеркнуть происхождение и в таких случаях называется вся родословная как например «Корах сын Ицгара сына Кегата сына Левии» Бемидбар 16.1 Однако случаев когда упоминается только отец и дед единицы. В данном случае упоминание Ора объясняется тем что именно благодаря его заслугам его 13-летний племянник был выбран архитектором Мишкана. Мы читаем «Вдадзеканим» «Мибалиих» от «Асофот» «Шмот» 31.2 Причина почему Тора упоминает деда Бецалеля при том что упоминает только отца Огалиава в том что Ор был убит в эпизоде с золотым тельцом и Мишкан служил для искупления за золотого тельца Танхума Вайкахел 4 Цитата «Господь выбрал Бецалеля сына Урия сына Ора из племени Иуды» Шмот 35.30 Комментарий «Зачем повторять здесь родословную Бецалеля когда она уже была дана в 31.2 Смысл в том что Ор отдал жизнь Богу Когда люди хотели сделать тельца Ор воспрепятствовал им и осудил их и они убили его Бог сказал Ору «Жив я я награжу тебя все твое потомство я сделаю великим» Конец цитаты Важно заметить что в пользу такой интерпретации говорит и другой комментарий о том что Ор был сыном Калева Шмот Раба 40.4 Что имеется в виду во фразе «После смерти Эсрома в Калев Эфрафе» Первая летопись 2.24 Когда Эсром умер Калев пришел к Эфрафе Эфрафа это Мириам Эфрафа родила ему Ора и Ор родил Урия И Урий родил Бецалеля Там же стих 19-20 Конец цитаты Далее священнические одежды Шеш и Бад и то и другое означает Лен символизировали доверие их цель завершить Коэнов Как уже объяснялось выше это требовалось по той причине что они согрешили не отдав жизнь ради кедуш Ашем Мудрецы учат Медраж Хагадол Шмот 28 дробь 41 Поставь их в Малат Сфорно комментирует Поставь их заверши их духовно так что они будут достойны священного служения Конец цитаты Основной принцип здесь следующий Доверие лишь тогда является полным совершенным когда человек готов отдать жизнь ради кедуш Ашем Мало того что у нас нет такого доверия что уже плачевно так раввины еще и извращают это понятие с помощью абсурдных галактических постановлений качество самопожертвования готовит человека для освящения Божьего имени даже ценой его жизни мы читаем во второзаконии 6 дробь 5 люби Господа твоего Бога всем твоим сердцем всей твоей душой и всей твоей силой а мудрецы добавляют брахот 54 алиф даже если Бог забирает твою жизнь конец цитаты как уже объяснялось самопожертвование это вершина доверия и одновременно источник кедуш Ашем с кедуш Ашем по важности не может сравниться никакое другое качество когда Авраам проявил готовность осветить Божье имя ценой своей жизни он заслужил право стать избранным сыном Бога и отцом святой нации более того уже здесь на земле он заслужил то на что другие праведники получат право только в будущей жизни в Илья Ураба 5 мы читаем почему Авраам заслужил жизнь без боли и искушений здесь на земле то что Бог со временем даст праведным в будущем мире это потому что он пожертвовал своей жизнью ради славы неба в урко с диме тот кто жертвует собой этим способом заслуживает кроме жизни в этом мире и долгую обильную бесконечную жизнь в будущем мире когда там сидел Немрот и все поколение рассеяния Авраам вошел и был поставлен в середину он спустился и сказал свою часть Немрот спросил его если не идолом то кому мне поклоняться и Авраам ответил верховному богу и владыке чье царство существует на небе и на земле и в высших небесах Немрот ответил я буду служить богу огня и я сейчас брошу туда от тебя пусть господь о котором ты говоришь спасет тебя от огненной печи они сразу же связали его и положили на землю сразу же божье милосердие закипело и он спустился из высших небес из места своей славы величия и царствования места своего святого имени и спас Авраама от этого позора и унижения и от огненной печи как сказано я Господь который вывел тебя Берешит 15 дробь 7